Политолог Владимир Фисенко присоединяется к нашему эфиру. Владимир, добрый вечер. Приветствую вас. Рад вас видеть, как обычно. Владимир, какой должна быть политика государства Украины после освобождения временно оккупированных территорий? Насколько жестко мы должны проводить практику деколонизации? Что делать с этими колониалистами, которых сейчас массово заселяют на все временно оккупированные территории, а в Крыму их накопилось за 10 лет уже тьма тьмущая просто? Ну, здесь все достаточно просто. Во-первых, политика должна быть гибкой по отношению к украинским людям, которые вынуждены были проживать на этих территориях во время оккупации. Я противник жестких репрессивных мер по отношению ко всем, кто остался на этих территориях. Причины были разные. Не все остались по собственной воле и не все поддерживали оккупантов. Здесь должен быть очень четкий дифференцированный подход. И наказывать за коллаборантство, за сотрудничество с оккупантами нужно тех, кто это делал сознательно, тех, кто помогал процессу оккупации, помогал оккупантам, а не просто выполнял какие-то работы в тех или иных государственных или коммунальных структурах. Что касается российских граждан, которые приехали на оккупированные территории и участвовали в осуществлении режима оккупации, то я думаю, что проблема будет решаться стихийно. В процессе деоккупации эти люди сами выйдут с оккупированных территорий. Так показывает исторический опыт. Те, кто останутся, будут депортированы, потому что они находятся на чужой оккупированной территории. Вернее, оказались на чужой территории, помогали в режиме оккупации и оказались на украинской территории, пусть даже временно оккупированной, незаконно. Поэтому они будут подлежать депортации. Владимир, продолжается подготовка на временно оккупированных территориях к выборам, так называемым, в марте выборы президента России. Что можно посоветовать украинцам, которые находятся на этих территориях, как себя вести в преддверии выборов и, собственно, на самом этом событии? Понимаете, нам легко здесь советовать. Мы на территории Украины, где действуют украинские законы, а там люди находятся в режиме оккупации. Конечно, самый оптимальный вариант для людей, которые чувствуют себя украинцами, хотят сохранять связь с Украиной, не хотят жить по каким-то оккупационным правилам, но вынуждены жить на этой территории, не участвовать в выборах. Это был бы самый оптимальный вариант. Но в России даже своих граждан принуждает к участию в выборах, даже на такой юридически правильной территории Российской Федерации, а не то что на оккупированных территориях. И это ведь не первые выборы, которые будут проводиться на оккупированных территориях. Уже были псевдовыборы на местном уровне, а сейчас так тем более. Это политическая кампания и явно будут не просто загонять на избирательные участки. Вот эти так называемые выборы в кавычках, потому что на самом деле никаких реальных выборов не будет. Это будут, как в самой России говорят, выборы Путина или референдум о поддержке Путина. Поэтому это еще будет проверка на лояльность. Кто лоялен, кто не лоялен. Точно так же, как и с российскими паспортами. И, соответственно, для многих людей это будет проблема. Поэтому здесь можно посоветовать не участвовать в выборах или пойти проголосовать против. Но это если у людей уже им выдали российские паспорта, принудили быть гражданами России. Это такая пассивная форма протеста. Но так, как получится. Надо действовать по обстоятельствам. Но понятно, что в той или иной форме, конечно, несогласие с вот этой практикой оккупации, в том числе и в форме выборов российского президента, надо выразить. А вот как получится, это уже зависит от конкретной ситуации. Ну и, я бы сказал, смелости, готовности конкретного человека что-то продемонстрировать даже в такой сложной ситуации. Владимир, но мы в то же время знаем, что Москва отправляет на временно оккупированные территории в преддверии этих псевдовыборов Росгвардию. Значит, теоретически они боятся не только пассивного протеста, но и каких-то локальных, наверное, вспышек активного протеста? Возможно, конечно. Причем ситуация, конечно, различается на разных территориях. Но даже в Крыму есть проявление протестных действий, протестных настроений. Причем говорю даже в Крыму, потому что Крым был аннексирован и оккупирован, и аннексирован первым, еще в 2014 году. Но и там протестная база сохраняется, люди помнят про Украину и в разной форме, но напоминают об этом. И, конечно, сейчас, когда идет такая полномасштабная война, на всех оккупированных территориях есть люди, которые помогают сопротивлению, либо сами участвуют в сопротивлении, либо помогают в сопротивлении. Ну и да, для того, чтобы исключить и какие-то эксцессы, и противодействия вот этим так называемым выборам. Потому что противодействие было и в прошлом году, когда проводили так называемые местные выборы. Тогда и были удары по так называемым избирательным участкам, уничтожение избирательной документации и так далее. Поэтому, конечно, надо показывать силу, надо показывать контроль, запугивать местное население. Росгвардия, ее главная функция – это запугивание. Это же путинская жандармерия. Надо запугивать местное население. Так что здесь все понятно. Другое дело, что вот таким образом лишний раз демонстрируется, что это не выборы, а режим оккупации. И выборы проводятся лишь для того, чтобы пометить эту территорию как вроде бы российскую. Владимир, интересную деталь подметили исследователи Института изучения войны. Говорят, что в последнее время российские топ-чиновники и пропагандисты все более активно продвигают нарратив и тезис о том, что Украина – государство, которое будет разделено. Разные для этого применяют тезисы, факты. Таким образом, Путин и его окружение хотят нормализовать разговоры о разделе Украины, чтобы в Европейском Союзе постепенно стали считать естественным, что она не может сохраниться в своих прежних границах. И были готовы вести мирные переговоры с учетом этого, пишут в Институте изучения войны. Как вы с точки зрения политтехнологии можете прокомментировать этот ход? Дело не только в ходе. Это не просто политтехнология. Это российское имперское мировоззрение. Эта установка появилась не сейчас, не в ходе нынешней полномасштабной войны против Украины. Я напомню, что впервые этот тезис прозвучал. И не просто прозвучал, а тогда Путин оказывал сильнейшее личное, причем именно личное давление на западных лидеров. В 2008 году, накануне Бухарестского саммита НАТО, когда решался вопрос о предоставлении Украине и Грузии плана действий по членству в НАТО, тогда, это известность целого ряда источников, тогда Путин, у которого были на тот момент неплохие отношения с президентом Бушем, он пытался убеждать Буша-младшего в том, что нет Украины как нормального государства, что это якобы искусственное государство. Поэтому, мол, зачем принимать его в НАТО? И таким образом уже тогда было такое отношение к Украине, попытка убедить Запад, западных лидеров, не только европейских, но и президента США, в якобы искусственности украинского государства. Потом этот тезис звучал уже неоднократно в путинских выступлениях, публикациях, в том числе в его статье, программной статье, которая появилась летом 2021 года, и которая, по сути, стала идеологическим обоснованием последующего военного вторжения в Украину. Так что это мировоззрение Путина. Что касается разделения Украины, вот новым тезисом стал тезис о разделении Украины. Такая кампания действительно сейчас активно, массировано проводится в направленности на Запад, не только на европейские страны. Вот сейчас слухи идут о том, что якобы один из таких агрессивных трампистов, журналистов-трампистов в США, Тайкер Карлсон взял интервью Путина. Пока нет точного подтверждения, но вполне возможно. Тем более, что у этого псевдожурналиста прослеживалась такая определенная симпатия даже к Путину. Вне всякого сомнения, подобные тезисы будут у Путина, и они будут направлены уже на американскую аудиторию. В Европе по различным каналам они пытаются продвигать эту идею, и даже бывший президент России Медведев участвует в этой кампании. Суть действительно в том, чтобы даже не убедить европейцев в том, что Украина якобы искусственная, и надо ее уменьшить в размерах, и согласиться на новые границы Украины. Я думаю, что дело даже не в этом, а в том, чтобы постепенно приучать европейцев к этому. У них ведь подобная тактика была и по поводу Крыма. Когда они захватили и аннексировали Крым, в России прекрасно понимали, что международное сообщество не признает Крым частью России. Кстати, отмечу, даже страны, которые поддерживают тесные отношения с Россией, например, Китай или Иран, не признали Крым частью России. Точно так же, как и не признали частью России другие оккупированные территории Украины. Это очень важный момент. Но в России исходит из того, что надо приучать Запад постепенно, чтобы Запад привык, что это часть России. Пусть даже юридически не признают, главное, чтобы привыкли, что де-факто это часть России и должно остаться частью России. Это очень циничная, подлая и очень опасная, на самом деле, стратегия, потому что речь идет не просто о политтехнологии, это стратегия. Это долговременная стратегия. И вот выборы, кстати, на этих территориях тоже на это направлены. И не только выборы, там разные формы российского присутствия должны показывать, что Россия здесь как бы навсегда, и она не уйдет из этих территорий. Некоторые западные политики, к сожалению, они поддались на этот гипноз, и даже не только западные. Я не буду сейчас упоминать лидера одной соседней и дружественной нам страны, которая тоже так вот недавно вздох разочарования выдал, что, мол, ну, вот раз такая ситуация военная, ну, мол, важно, чтобы Украина выстояла, ну, а если Крым останется как бы под контролем России, мол, ничего страшного. Да, тяжело будет его освободить. Дело не в том, что тяжело или не тяжело будет его освободить. Украина не откажется от освобождения всех оккупированных территорий, в том числе и Крыма, и других оккупированных территорий. Поэтому для нас это вопрос принципа. Неважно, когда это произойдет, когда будут возможности, когда будет достаточно ресурсов для освобождения, но для Украины это вопрос принципа. И мы должны напоминать постоянно нашим партнерам о том, что ни в коем случае, даже на словах, даже просто в качестве там предположений, гипотезы, нельзя соглашаться на то, что какая-то часть оккупированных территорий может остаться под контролем России. Дело тут даже не в юридическом признании. Признавать не будут эти территории частью России. Тем более, Украина точно не будет признавать. Главное подчеркивать, что эти территории были и есть украинскими, даже если они временно находятся под российской оккупацией. Ну, надо отметить и еще одну не менее циничную кампанию, которую ведет Кремль. Он пытается вбить клин в отношении украинцев с нашими западными партнерами, тоже спекулируя на теме территории. Например, говорит о том, что Польша готовит с аннексировой частью Украины, и вообще Европа тоже хочет разорвать эту Украину. И этим самым они легитимизируют и свое участие в разделе Украины, который им снится. Не просто легитимизируют, они пытаются таким образом обосновать, что, мол, это не мы, это не мы захватываем часть Украины, мы, мол, только свое возвращаем, как они говорят. А это вот, мол, смотрите, Польша хочет вернуть на западную Украину, Львов, Венгрия хочет вернуть Закарпаттия и так далее. То есть они перебрасывают ответственность за собственное злодеяние, за собственное нарушение международного права на другие страны. Хотя со стороны Польши, Венгрии, ну, за исключением некоторых маргинальных политиков, никаких территориальных претензий к Украине нет. Вот то, то, что вы процитировали, особенно любят этот тезис забрасывать на запад глава внешней разведки России Нарышкин. Вот это любимый его тезис. Но если, допустим, вот вопрос о том, что Россия может на какое-то время фактически сохранить контроль над оккупированными территориями, эта тема, ну, к сожалению, но она обсуждается на западе. Это надо признать. И Россия здесь играет очень тонко. Вот она действительно пытается как бы постепенно приучить некоторых западных политиков, что, мол, надо на это согласиться. Ну, надо. Другого выхода нет, поэтому давайте, мол, привыкайте к этому. А вот здесь это, конечно, чистая пропагандистская выдумка, это фейк самый настоящий. Нет никаких подтверждений, доказательств вот этим, скажем так, тезисом. Но, да, они пытаются таким образом не столько даже рассорить нас, ну, потому что слушайте, поляки прекрасно понимают, что мы воюем из-за них. Вот есть экономические противоречия, да, это проблема. И, кстати, некоторые наблюдатели, некоторые аналистики считают, что, ну, есть косвенные данные, что российские спецслужбы косвенно, не прямо, но могут способствовать подпитыванию вот этих противоречий между, например, фермерами стран Восточной Европы и Украины. Вот они могут играть на этой теме, информационно, ну, скажем так, подливать бензинчика в эту проблему. Вот тут, да. Ну, а чтобы там поляки нападали на Украину, ну, в это всерьез никто не верит. Но, эта тема направлена не только, допустим, на поляков. Там есть, вот, среди, особенно, праворадикальных политических сил и их сторонников, есть люди, особенно старших поколений, которые мечтают про крессы, про западноукраинские земли. Да, но есть принцип неизменности государственных границ. Это, после Второй мировой войны, один из основополагающих принципов международного права, который как раз Россия нарушила. Но пытаются воздействовать и на жителей Западной Украины. Их таким образом пытаются пугать, их пытаются столкнуть в противоречиях с поляками и, как бы, рассорить с нашими соседями в европейских странах и тем самым еще и подорвать идею европейской интеграции. Так что, да, это тоже одна из таких подлых и фейковых политтехнологий российских, которые не используются против Украины. Но это как раз технология не самая опасная. То, что мы вначале обсуждали, это гораздо опаснее. И вот как раз против вот этого тезиса о том, что надо смириться с фактической оккупацией части земель Украины. Вот против этого надо очень активно, информационно, политически и в постоянном режиме бороться. Владимир, ну и мне кажется, важно подчеркнуть, что на вот эти разговоры пропагандистские, российские, Украина и наши партнеры отвечают, отвечаем вместе не только словом, но и делом. Тут можно вспомнить и согласование 50 миллиардов помощи от Евросоюза. И важно сегодняшний приезд в Киев главного дипломата Евросоюза, Жозепа Берреля. Он приехал для того, чтобы, как сам сказал, обсудить с украинскими друзьями непоколебимую поддержку Европейского Союза. Речь идет о военной и финансовой поддержке с учетом создания нового украинского фонда 50 миллиардов, а также о реформах на пути Украины Биас. И об этом. И вот очень важная новость буквально только что пришла из Европарламента. Я ознакомлюсь с ней прямо с вами в прямом эфире. Европарламент предлагает одобрить план победы для Украины. Депутаты предлагают рассмотреть соответствующую резолюцию уже во время сессионного заседания 26 февраля. В заявлении идет о том, что Европейский Союз сделает недостаточно для поддержки Украины, должен увеличить свою финансовую военную гуманитарную помощь Киеву. Это они повторяют слова Борреля. В общем-то, чтобы обеспечить поражение об этом во время дебата в Европарламенте заявили члены всех влиятельных политических групп. Насколько это важно? Ну, конечно, это важно. Во-первых, это проявление не просто солидарности, политической солидарности с Украиной, что в нынешних условиях, конечно, особенно важно. Это опровергает тезис, который российская пропаганда активно продвигает. Кстати, в Украине пытаются продвигать и в Европе, что, мол, Запад, в том числе Европейский Союз, устал от Украины, хочет отказаться от поддержки Украины. И это вот и приезд Жозепа Борреля, и вот эта резолюция Европарламента и многое другое. Это, и вот, конечно же, решение и о начале переговоров с Украиной, о вступлении Украины в ЕС, и выделение 50 миллиардов евро на следующие 4 года. Вот это долговременная поддержка, что очень важно. Это все конкретно на фактах опровергает вот эти измышления российской пропаганды, что якобы Запад бросил Украину, отказался от поддержки Украины. Это как раз показывает прямо противоположную позицию. Отмечу еще вот тоже важное, не просто фактическое, а и юридическое проявление поддержки Украины. В январе был подписан первый беспрецедентный для нашей страны договор о сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией, потому что речь идет именно тоже о долговременной поддержке нашей страны, фактически о гарантиях международной безопасности для Украины со стороны Великобритании на период 10 лет, либо до момента вступления в НАТО. И сейчас похожие договора готовятся, вот ожидается, что может быть даже в феврале могут быть подписаны подобные договора с Францией и Германией. И в ближайшее время, вот в середине февраля в Мюнхене состоится очередная конференция по международной безопасности. Возможно, там, кстати, состоится подписание договора с Германией. И точно там будет обсуждаться вопрос о поддержке Украины. Вот особенно в условиях, когда сейчас в США возникли, к сожалению, задержки с такой поддержкой, с голосованием в Конгрессе США из-за внутренней межпартийной борьбы. Но в Европе как раз вот очень последовательно и заявляют о поддержке Украины. И самое главное, что практически действуют в поддержку Украины. И вот все эти факты, которые мы сейчас вспомнили, они подтверждают практические действия Европейского Союза и европейских стран, не входящих в Евросоюз, например, Великобритания или Норвегия по поддержке Украины. Ну и возможно именно из-за задержки выделения помощи Соединенными Штатами Америки парламентарии Европарламента предложили выделять фиксированный процент от национального ВВВП каждой страны члена ЕС на военную помощь Киеву. Но давайте, чтобы резюмировать наш разговор, как вы считаете, да, мы видим демонстрацию того, что Европа хочет стать лидером, да, ну вынуждена стать лидером военной и финансовой помощи Украине, сможет ли она это сделать, как вы считаете? Ну, знаете, дорогу осилит идущий. Вот мы сейчас видим, что Европейский Союз, во-первых, демонстрирует умение находить внутренние компромиссы, преодолевать иногда, скажем так, ну, сопротивление фактически отдельных стран, как, например, правительство Орбана, и выходить на согласованное, консолидированное решение в поддержку Украины и по финансовой, и по военной помощи нашей страны. И Европейский Союз демонстрирует свою состоятельность, стратегичность своей политики по отношению к Украине. Сейчас в Европе обсуждается и вопрос о собственной политике безопасности, о том, чтобы, ну, действительно, мало ли что может случиться, не надеяться только на поддержку США, только на зонтик безопасности со стороны США, чтобы и самим обеспечивать собственную безопасность. И поддержка Украины, в том числе и решение вопроса об интеграции Украины в Европейский Союз, это, я бы сказал, выстраивание новой архитектуры безопасности в Европе. Поэтому европейские лидеры, я думаю, что как раз вот сейчас демонстрируют свою реальную субъектность и свою реальную, не только на словах, а реальную практическую солидарность с Украиной. Спасибо вам большое, Владимир, за это включение. Владимир Фисенко, политолог, был с нами на прямой связи. Спасибо огромное. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. До свидания.